Экологическое движение в России, на мой взгляд, претерпевает серьезные изменения сейчас в связи с тем, что вступили в законную силу в этом году поправки к закону о неправительственных организациях. Этот закон очень сильно усложнил деятельность неправительственных организаций, создав им барьеры в виде необходимости создания отчетности документации. И многие организации только этим и занимаются уже полгода, начиная с прошлого года, с конца прошлого года, созданием этой макулатуры, этой отчетной информации в огромном количестве. Причем даже очень хорошо сделанная отчетная документация не застрахована от того, что к ней могут быть претензии у любого органа, начиная от налоговой инспекции и заканчивая какими-то финансовыми проверками или регистрационными палатами, которые регистрируют это все дело. Поэтому многие организации просто исчезли с лица земли, особенно те, в которых на штате состояло 3-4 человека на платной основе, которые были. Теперь эти 3-4 человека вынуждены полностью не заниматься вообще своей уставной деятельностью, а заниматься только отчетной документацией и всякими проверками и проверяющими. Поэтому это очень сильно ударило этот закон по организациям. А в плане участия в политической жизни многие организации, например, такие как партия зеленых, движения разные всякие экологические, они вынуждены были идти под крыло к существующим партиям в виде фракций, как партия зеленых пошла в виде фракции зеленых в партию Яблоко. Но поскольку у партии Яблоко, на мой взгляд, будущего нету, да простит мне Григорий Явлинский, такое умозаключение, но я думаю, что нету, по разным причинам, не буду их сейчас объяснять, то значит нету будущего и у фракций зеленых, которые под крылом этого Яблока. Вот такая вот арифметика получается, что они вошли в эту нишу, а у этой ниши закрыто будущее. И надо либо выходить оттуда, что некрасиво по разным причинам, либо искать какие-то новые пути политической борьбы, гражданской активности, искать новые формы. И когда я говорю об оппозиции и об экологических движениях, я прежде всего хочу подчеркнуть, что нужны новые формы, новые методы противостояния этой власти. Что, собственно, и показали марши несогласных, которых раньше не было. Они показали, что вот этот метод, которым можно хоть как-то заявлять о себе и хоть как-то влиять на существующую власть.